Губернатор Ненецкого округа посетил цех по переработке молока Ненецкой агропромышленной компании. Вместе с директором предприятия Анатолием Чудочиным и начальником подразделения Олесей Кравцовой глава региона познакомился со всей цепочкой производства. Это аппаратный цех. Емкость по 2,5 тонны. На 5 тонн у нас приемка молока. В среднем к нам поступает на переработку 5200-5300. То есть нам вполне достаточно. Сейчас мы ждем молоковоз. Это называется сепаратор. Здесь сепарированный один из главных этапов технологического цикла для доработки молока. Под влиянием цифровержных сил молоко делится на 2 акции. Это сливки и обеспечивание молока. Потом с этими сливками мы производим сливки, а обеспечивание молока идет для производства обеспечивания и самовышленных продуктов и для нормализации молока. Олеся Краснова начальник производственного цеха. Как опытный гид только в сфере переработки молока. Подробно рассказывает о тонкостях производства и с большой гордостью говорит о качестве молочной продукции. Пастеризованное молоко, творог, сметана, сливки, кефир, йогурт, масло, кисломолочные продукты. Всего 22 наименования. И вся продукция отличного качества. Пользуется спросом у населения. Цех работает без выходных. Такова специфика производства, поскольку коровы дают молоко каждый день. Ежедневно здесь перерабатывают более 5 тонн молочного сырья. У каждого наименования продукции своя технологическая линия и особенности изготовления. Общая составляющая – это абсолютно натуральное сырье и жесткий контроль качества на всех этапах производства. Готовую продукцию ранним утром, пока город только просыпается, развозят потребителям. А сейчас заявка ему поступила вечером, утром уже знает куда сколько. Разложили по ящичкам, по магазинам, дали товаротранспортную, накладную, водитель повез. Водитель-экспедитор и плюс грузчик. Ненецкая агропромышленная компания обеспечивает молочной продукцией школы, детские сады и другие организации бюджетной сферы. Население приобретает молоко, масло, творог и другие продукты в двух торговых точках самой компании, а также в магазинах постоянных контрагентов – это акционерное общество «Мясопродукты», «Гарпо» и сеть торговой фирмы «Хороший». Практически вся продукция упакована в фирменные упаковки из современных материалов. Для каждого вида продукции своя упаковочная линия. В 2020 году в новой упаковке «Тетропак» предприятие начало выпускать пастеризованное молоко объемом 1 литр. Для этих целей закупили необходимое оборудование. Благодаря новой упаковке срок хранения увеличивается с 3 до 5 суток. В завершении производственной экскурсии журналисты попросили Юрия Бездудного поделиться своими впечатлениями. Очень вкусное впечатление. Прекрасное предприятие. Работает на предприятии здесь непосредственно в цехе по переработке молока 26 человек. Современное предприятие, как мы видим, ежедневно перерабатывает более 5 тонн молока. Молоко цельное, проходит очень жесткий контроль качества. Высокий спрос на молочную продукцию ненецкой агропромышленной компании отражается на финансовых показателях предприятия. Несмотря на все сложности 2020 года, компания завершила его с прибылью. Иван Никонов, Антон Водряков, Телеканал Север.